Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос Воскресе! В эфире программа «Беседа с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. И в этот пасхальный вечер я рад представить вам нашего дорогого гостя, протеерей Артемия Владимирова. Воистину, Воскресе Христос! Да, и наша встреча сегодня, вернее, на Пасху, это традиционная встреча. Особенно приятно вас видеть. И батюшка, давайте вот ответим на некоторые вопросы, которые нам задают наши телезрители. Вот, наверное, самый главный вопрос, который встречается – как причащаться на светлой неделе? Как быть с исповедью? Причащаться с трепетом, с великой радостью, конечно, с сознанием своего недостоинства, с внутренним покаянием. И исповедь – дело важное. Я, находясь в курсе полемика современной, как священник, сам прошедший этот путь и сам студентом, приходил на светлую седмицу и охотился за батюшками, только бы была возможность им показать 3-4 грешка, то есть открыть помыслы, сделать косметический ремонт своей души. Ведь потребность христианского сердца – вкушать святыню с чистой совестью, с дерзновением. И поэтому люди воцерковленные, конечно, далекие от каких-то смертных грехов, чур меня, но все-таки по немощи всегда найдут какой-то заусенчик – осудил, правдное слово сказал, не так, не туда посмотрел. Поэтому, если найдется понимающий батюшка, я, например, такой. Всегда рады у нас в нашей Тихо-Алексеевской обители неотменно, непременно, непрестанно, неизменно свершается и утром исповедь, такая легкая, краткая, как открытие того, что смущает вас и вечером накануне. Да и любой священник совестливый и благоговейно предстоящий Божьему престолу всегда понимает эту внутреннюю нужду христианина почистить перышки через минутное выслушивание его христианина согрешений. То есть это, наоборот, даже приветствуется, что если вдруг что-то все-таки подойти, чтобы совесть была чиста, и приветствуется теми священниками, которые собираются с Христом. А тот, кто со Христом не собирает, а расточает, все равно находится при исполнении своих обязанностей. Поэтому христиане должны сказать, «Батюшка, вы сегодня работаете исповедником, у меня трехсекундный диалог с вами. Благословил святейший патриарх, с которым я дружу». Услышав эти слова, «Батюшка, с такой милой улыбкой выслушает вас, что не в сказке отказать, не в первом описании». Святейший патриарх радуется тому, что сегодня литургическое, евхаристическое сознание людей возвращает их к потребности наслаждаться святыми христовыми тайнами на Светлой Седмице». Это прописано даже в постановлениях древних соборов. А значит, отсутствие поста никого не должно смущать. Наконец, если уж не предоставилась возможность с батюшкой встретиться, приобщимся к святых христовых тайн, храня себя во всякой чистоте и честности, а постфактум будет возможность к знакомому батюшке придем, и если потребность сохранится, то напомним ему о том, что у нас было не так, или не совсем так, или совсем не так накануне встречи со Христом у евхаристической чаши. Да и батюшка, еще какие особенные службы будут на Светлой Неделе? Особенность самая замечательная в том, что и заключается, что раскрыты царские врата, что после молитвы «Отче наш» и «Возгу святая святым», те, кто желают освящения через принятие тела и крови спасителя, как орлы, там, где тело, там соберутся и орлы, говорит Господь, «Приближается к святой чаше». Причастный стих как раз в себе и несет этот призыв. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Наша Пасха – это Христос, заклонный за нас и воскресший. Поэтому евхаристическая чаша является символом, средоточным и выражением праздника. праздников, торжества и торжеств, и мы уносим из храма Христа, дух которого, дух воскресения которого, светлым облаком пронизывает и душу, и тело того, кто с благоговением вкушает животворящую святыню. Батюшка, такой вопрос. Те, кто не верит в воскресение мертвых, мертвых, как им доказать обратное? Вот многие не верят в это. Ну, надо только подождать. Нужно только выучиться ждать. Думаю, что поверили бы, если бы внимательно накануне, в пятницу вечером, когда мы совершали чин погребения, спасители с крестным ходом несли плащаницу, и затем, войдя в храм, слушали пророчество Эзекииля. Вот внимательно нужно было это пророчество слушать. Либо открыть сейчас и перечитать. «И сказал мне Аданаи, Господь, сын и человеч, дунь на кости сия. И вышел я в поле, и увидел кости сухие, и дугнул силою Духа Божьего на кости сия. Пришли они в движение, кость пристала к кости, и жилок жили, и натянулась плоть, и восстал сон великий всех от века почивших людей, и вошел в них Дух жизни, души соединились с телами». И так пророк Эзекииль, если можно сказать, иллюстрирует, дополняет свидетельство самого Христа. Евангелист Матфей его запечатлел, как Спаситель воссядет на престоле, воскресит народы, и Одесну и Ашуи справа и слева поставит овец и козлищ. Не верить в это, ну, либо фосфора не хватает, рыбку нужно кушать, либо просто душа считает по недоразумению, что она произошла от обезьяны. Ну, таким я помочь затрудняюсь, потому что если человек живет по обезьяне, то он и обезьянью философию для себя какой-то избирает. А вот подождем немножко, когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроет воды, и Божий лик изобразится в них. Есть высший суд, он недоступен звону злато. Немножко поживем, и все там встретимся. Вот со всеми телезрителями, которые сегодня участвуют в нашей пасхальной беседе, раз мы сейчас визуально, виртуально встретились, они смотрят на меня, на тьмы, 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 москифы, я смотрю на них, это значит, что мы у Божьего престола непременно будем стоять рядом. Такая будет у вас фанерная дощечка телезрители канала «Союз». И все миллионы телезрителей будут стоять в одном секторе. Ну, а там где-то подальше телезрители канала «Спас» наша дружительная организация посреди «Радио Вера». Все там будем. Спасибо, Господи, Батюшка. Вот как раз вопрос про то, что будет. Вот воскресенье, как в Евангелии сказано, не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Получается, что в раю уже не будет никаких отношений. Это вывод делал наш телезритель. Все будут как ангелы по духу. И священники говорят прихожанам, что мы встретимся с близкими людьми только для успокоения, так как здесь на земле мы не можем осознать всю полноту любви Божией. Ведь редко кто-то спрашивает, встречу ли я в раю свою прапрабабушку, а спрашивают, встречу ли я свою супругу или мужа. Видимо, первый вопрос поступил от исповедующего религию ислама практику шариата, потому что там у них особые чаяния, выражающиеся в ожидании чувственных наслаждений, причем не с женой, а с какими-то девушками пониженной социальной ответственности. Все это будет проходить под пальмой, близ источника, тут столик подобный нашему, шербет, сладости, и, простите, такие не при детях будет сказано развлечение. Нет, 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 истина свидетельствует, что только на земле люди, облеченные в плоть, в исполнении Божьей заповеди раститесь и умножайтесь, наполняйте землю, испытывают определенное влечение плоти и соединяются в земные союзы, а там воскрешенное тело праведников будет подобно светлому, прозрачному, хрустальному чертогу. Душа, сияющая как солнце, по причине обитающего в ней благодати Духа Святого, будет животворить само тело. Здесь семя сеется душевное, а там духовное, говорит апостол Павел. Там уже не будет ничего плотского, ничего чувственного. Мы будем питаться буквально лучами Духа Святого, и статус наш, достоинство наше, будет равна достоинству бестелесных ангелов. С той только разница, что мы, человеческие души, будем обличены в наше телесное естество. Здесь душа в теле трудилась, каялась, пастилась, делала добрые дела, и там с этим телом предстанет пред Богом живой, но тело будет одуховлено, в нем не будет тяжести, дебелости, не будет тления, не будет смертности, оно будет светло и воздушно, каковым было тело Адама и Евы до грехопадения, но Святая Церковь учит, что мы сегодня получаем благодаря Христу воскресшему преимущество над тем несогрешившим Адамом, потому что в нас и во всех будет Христос Искупитель, и мера нашего единения с воскресшим Спасителем там, за гробом, даже не постижима здесь нашим рацио, нашим ментальными способностями. На сердце человеку не восходило, око не видело и уши не слышали, что Бог приготовил там любящим Его, а что Он приготовил полноту блаженного Богообщения, начало которого полагается уже здесь в лоне Матери Церкви через веру, крещение, жизнь по вере и участие в тайнце причащения. Как раз здесь слова апостола Павла подходят, для меня жизнь Христос а смерть приобретение. Да, ведь часто говорят Христос воскрес, но мы-то здесь по-прежнему умираем. Нужно понимать, что вечная жизнь это плод союза со Христом. Будущее вечной жизни это Он сам воскресший Христос, благодать которого мы носим за пазухой. Христос в нас и это соприсутствие нам Господа познается по ясности ума, по свету очей. Вот посмотрите, вы видите в телевизоре какие чудесные лица у христиан на Пасху. По мирному, радостному взыгранию души, по той легкости, которая ощущается как крылья просертые за спиной. Даже тело участвует в вечной жизни, ибо нося в себе Христа, мы чувствуем, как в каждой клеточке нашего тела Он таинственно присутствует, Его умеряет и укрепляет. Поэтому телесная кончина для апостола Павла, и дай Бог для нас, уже не будет такой брутальной, такой безотрадной Господь Иисус Христос сточил жало смерти, истребив грех, и вложив в нас новую доказку благодать Святого Духа, Он хочет даровать нам кончину земную, как успение, тихую, светлую, дай Бог, безболезненную, в ту меру, в какую мы очистили здесь от страстей. И поэтому для апостола Павла смерть приобретения. Он здесь носил в себе Христа. Спаситель был как бы изображен предотчаями духовных детей апостола Павла, потому что уста Павла были устами Христа. Сила Духа, действовавшая через апостола Павла, давала ощущение окружающим, что сам Господь прикасается к ним. Ну, а по исходе из бренного многострадального тела апостола Павлова, помните, оно подвергалось и биению палками, и побиению камнями, и в темнице сидел не однажды, и кораблекрушение претерпел, постническое тело. Вот отложив его на время до всеобщего воскресения, апостол, конечно, перешел к такому созерцанию и общению со Христом лицом к лицу, что блаженство его, апостол, предстояние воскресшему Спасителю, там, за гранью земного бытия, уже не может быть описано земными словами, но мы верим, апостол, жизнь для него необходимость, он ради духовных чат оставался, а смерть приобретения, потому что он упокоится от своих благовестнических трудов, он уже не будет слышать клевет от иудеев, он уже не будет подвергаться гонению от язычников, но радость всех радостей Христос будет единственным предметом его внимания, прославления, словословия. Вот почему так важно в эти пасхальные дни, на мой взгляд, читать Павлова послание, потому что дух бодрости, радости, благодарности, искрящейся энергии, от слов апостола переходит к нам, становится достоянием наших сердец. Да, батюшка, вот сейчас можно сказать, вы ответили на такой вопрос, который у меня был заготовлен, вот почему тема смерти и воскресения в церкви является основной, в принципе, ответ на него, тема смерти и воскресения в церкви является основной, вот как? Ну как же, всем нам надлежит единожды умереть, свидетельствует апостол Павел и явиться предсудилища Христова. «Мементу море», говорили еще древние языческие мудрецы, и память о кончине это основа нравственного приспияния. Помнишь, что ты смертный человек, и, по крайней мере, не будешь погрязать в смертных грехах. Но в священном писании нам дано куда более глубокое развитие и проникновение в тайну смерти и воскресения, потому что иные люди, как говорил Спаситель, здесь, на земле, уже мертвецы, если они убили сами себя смертными грехами. Измена супруги, гнев, переходящий в устойчивую ненависть, матерная брань, простите, которая сегодня слышится не в подворотнях, а в школьных коридорах, смертный грех. Не обманывайтесь, братья, апостол Павел из глубин веков как будто обращается к постсоветской реальности. Ни блудники, ни пьяницы, мы не против вина, но против злоупотребления, ни ругателей Царства Божьей не наследует. И вот представьте себе, что смерть это как раз то муторное, безотрадное состояние уныния, отчаяния, безверия, гордостного самоутверждения, всегдашней какой-то обиды, нежелание благодарить Господа за дар жизни. Вот эта неуютная жидкая лунность, в которой пребывают все, кроме тех, кто смотрит постоянно телеканал «Союз», и поэтому набирается духа веры, надежды и любви, вот эта страшная вечная смерть разрушена Христовым воскресением, если только мы пользуемся как следует плодами любви Божьей к нам. А это раскрытие совести в таинство покаяния, это исправление твоей жизни, чтобы она была незазорна, чиста, прекрасна, и, конечно, причащение святых Христовых тайн с тем, чтобы, вобрав в себя божественную богодать, щедро изливать ее и делиться ею со всеми правыми и виноватыми, встречными, поперечными. И для меня, вы знаете, огромная честь, что вы приглашаете меня, провинциального батюшку, Красное село, многие считают, что это где-то в районе Красноярска, это неподалеку от Садового кольца, вот в пасхальный вечер иметь возможность обратить благовестие Христово воскресенье к сотням, тысячам, миллионов людей, и обращаясь куда-нибудь к Туманному Альбиону, вот Елизавета Вторая, по моим данным, тоже любит смотреть телеканал «Союз». Христос воскрес, Ваше Величество. Или смотрим куда-то на Елисейские поля, где в повалку лежат наши друзья из Сомали, Кении, Найроби. Христос воскрес, и они просыпаются, глаза раскрываются, и что-то до них начинает доходить. А Китай, полтора миллиона китайцев только у телевизоров, а полтора миллиарда еще ждут подключения. Сяо-мяо-пяо. Они это поймут, что им сейчас сказал. Ну ладно. Вот, батюшка, вот помогите разобраться на нашей телезрительности. Такой вопрос. Имеет ли силу исповедь без причастия? Сегодня мы эту тему вширно обсуждаем. Еще раз. Имеет ли силу исповедь без причастия? Конечно. И великую Алексей Михайлович Цишайший, наш царь-батюшка, помазанник Божий, 17-й век, начинал каждый день с водных процедур, принимал святую водичку, закусывал просфорою и призывал царского духовника. Представь себе, какое послушание у священника Протерея Кремлевского собора. Каждый день утром обставал-то затемно. Царь-батюшка был трудоголик, как бы мы сегодня сказали, в пятом часу утра. И вот уже в облачении с крестом и Евангелием священник Протопоп, ну, не Аввакум, Аввакум не оправдал доверие. Был у Алексея Михайловича Тишайшего, и тот исповедовался. Ночью что-то приснилось нехорошее. А вот вчера батюшка, это я за Алексеем Михайловичу рассказываю, такое у меня случилось, полночи ворочался сбоку на бок. Привезли откуда-то из Архангела Городской волости воеводу Рамадановского донесли мне, что он взятки брал, гладки, пользуясь служебным положением в корыстных целях. У меня в моем царстве и государстве такого не было нигде, ни в Муроме, ни в Вологде, ни в Костроме, ни у засечной черты Украине. Там Гетман недавно присягнул на ведомство России навсегда. Нигде лихаимства не было рамадановской. Сволочь я такой, прости, Господи, батюшка, Бог простит государь. Взял взятку, так я прямо как привели его в Думу, ну, не нашу Думу, а ту, царскую Думу, схватил меч кладенец, и одним ударом рассек его полма реальный случай, чтобы и другим неповадно было. Как говорит апостол Павел слуга, Божий меч не напрасно носит, власть страшна для дел злых, а не для добрых. Прости, Господи, душу грешную на светлой седмице, такое учинили царские руки мои, но, батюшка, видит Бог, действовал я не своевольно, не по месте, а как исполнитель Божьего веления, молюсь теперь за Болярина Ромодановского, да упокоит Господь его душу в вечных селениях, да претерпев лютую казнь от помазника Божья, там найдет отраду. Вот такие пироги. Так что духовник скажет, ну, от причастия воздержимся, не вели казнить, а вели миловать, а Бог простит тебе грех твой, потому что действовал ты не по самоутверждению, не по злобе, а как Божий слуга помазанник. Вот так вот, ну, надо вообще отметить, что это два разных таинства, таинство исповеди, таинство причастия. Ёжику известно, что они разные, но связаны друг с другом. В нашей русской традиции. Связаны друг с другом, ибо святитель Феофан, а уж он повыше будет стамбульского нынешнего старца в Арфоломее, говорит, кто готов к причастию, как подготовиться к причастию, чисто поисповедуйся, вот ты и готов, а то недавно, знаете, случай был в Афинах, все там причащаются, греки, братья наши, без исповеди, все отпущено на ваше произволение, и человек стал умирать, постоянно причащавшийся, оказалось, что он ни разу в жизни не исповедовался, священники и непрозорливцы, и причащают часто сами не зная кого, вот этот трансгендер, вот это вот двумя одновременно не в пасхальный вечер будет сказано, живет с сестрами по плоти, то есть разврат, все предоставляется совести причастников, у нас, безусловно, действует тот же самый закон, каждый дорассуждает, как он приступает, если не хочешь болеть или даже умереть, приступай с чистой совестью, но все нормальные, интеллигентные люди стараются подражать батюшкам, а я вам скажу про себя, приобщаясь достаточно часто, я всегда найду возможность поисповедоваться своему собрату, потому что самое великое в мире сокровище это чистая совесть, и хочется принять Христа и обернуть его в чистые пелены твоей совести, а не в тряпки мазутом промазанные, если я кого-то обидел или кто-то из собратьев может быть вступит со мной в полемику, я только рад, к сожалению, сегодня в студии один протриар Артемий Владимиров, педагог, член Союза Писателей России. Батюшка, давайте дальше пойдем, сегодня мы все разговариваемся, и вот, а вчера мы освещали Пасхи, куличи, яйца и так далее, Батюшка, вот святая вода, да, вот попала на наше приношение, мы осветили, все прочитали, молитвы успели, Петр Парк. Христос воскресе. Воистину воскресе, Батюшка. Вот, так что же делать, например, со скорлупой яиц, вот интересуется наш телезритель. Вы знаете, только сегодня я обсуждал эту глобальную проблему современности. Ну, увы, увы, Батюшка. И я скажу о себе, подходов может быть много, так как моя матушка очень любит шесть соток, доставшиеся ей в наследство от ее почившего папы, и так как она заинтересована в плодородии этой земли, ремонтантная клубничка уже высунула свои лепесточки первые, то она просит, батюшка, Артемий, ты всегда в гостях, сегодня на телеканале «Союз», завтра еще в какой-нибудь садок полетишь, везде тебя угощают, сущая правда. Священники имеют особое испытание на Пасху до трех-четырех обедов мы имеем на дню и учимся у святителя Филарета, митрополита Дроздова, девятнадцатого века, он всегда был воздержан и сладкой беседой закусывал свою трапезу. Итак, собирай везде скорлупу, только незаметно, чтобы тебя не считали Плюшкиным, а мне привезешь, у тебя, отец Артемий, легкая рука, благословишь, и в качестве удобрения этой яичной скорлупой грядочки-то мы посыпем и ремонтантные клубника четыре урожая в год даст за твое благоговение. Но во всем нужна мера, поэтому не будем говорить, как некоторые бабушата, что если ты причастился и изволишь есть рыбку, то каждую косточку, складывай в мешочек, и такие смехотворные предосторожности все-таки не слишком воодушевят нашу интеллигенцию, нашу молодежь, уж ложка, которой мы пользуемся, или вилка, мы прикладываемся к ней, наверное, сорок раз во время обеда, из этого же не следует, что мы отдаем ее как артефакт музея революции, моем спокойно, и ничего страшного. Причащение усваивается по учению святого Иоанна благоуста не желудком, но сердцем, и поэтому будем думать о том, что освящается через причащение не столько мир вещей, сколько сердца наших ближних, если мы бываем светлы, радушны, и готовы поделиться с ними пасхальным приветствием Христос воскресе. Боисин, Батюшка, у нас следующий вопрос, вот тоже такой интересный, вот правда ли, что на Пасху нельзя ходить на кладбище? Мы ждем с вами, и я убежден, дождемся вторника второй седмицы Радоницы, когда народ по обычаю, совершив панихиду пасхальную в храме, отправляется похристосоваться со своими усопшими. Но это русской благочестивой обычай, конечно, не запрещает, да и было ли это бы разумно, прийти на какое-то смиренное кладбище, помните, за родником, белый храм, кладбище старое, вы знаете, я очень люблю ходить, например, в Новодевичем, посещать Новодевичье кладбище, это просто Акрополь, это памятники, там близкие мне люди, постою у могилы своего троюродного дедушки, Сергея Владимировича Михалкова, он мне как будто ручкой помашет, пришел во внучек, помолись обо мне, мне пришлось как священнику попользовать единожды моего дедушку, покуда был жив Сергей Владимирович, таким образом, нигде душа так не отдыхает, как под сенью кладбищенских вязов, прав был Николай Бердяев, сказавший, что истинная философия начинается с могильного камня, поэтому я не обижусь и не почитаю греховным поступком прочь такая мысль, если кто-то из вас, дорогие друзья, не дождется Радоницы, но заранее придет, уберет могилки, высадит маргаритки, увлажнит в зеленый холмик, а уж на Радоницу пригласит собою собственных деток или внуков, и там пропоет Христос воскресе. Машка, помню, как-то вы ответили на этот вопрос так, что на кладбище ходить можно, но главное оттуда возвращайтесь. Пока Господь дает нам силы служить России, я бы напомнил нашим телезрителям и другую музыкальную фразу «Постарайтесь вернуться назад». Аминь. Батюшка, вот следующий вопрос, вот почему апостолы не пришли к гробу Христа, как это сделали мироносицы? Вот почему такое произошло? Они боялись или не верили? Вот что здесь? Апостолы пришли. Да, но вот именно потом. Петр и Иоанн пришли по зову Марии Магдалины, которая обнаружила гроб опустевшим. Тут вопрос, почему первые были мироносицы все-таки? Первые были мироносицы, потому что вот эти хрупкие и слабые представительницы прекрасного пола оказались бесстрашными в любви, боящиеся и несовершен в любви. И, видимо, любовь ко Христу ближайших учеников еще была горчичное зернышко. А Мария, причистая дева, пламенное сердцем Марии Магдалина, которая впоследствии дошла даже до Тиверия Кесаря и произнесла ему на чистой латыни «Кристос ресурексит», «Христос воскрес», передав ему пасхальное яйцо, «Соломия», «Сусанна», «Иоанна». Вот эти удивительные, скромные жительницы Палестины, о которых почти не упоминают евангелисты, женщины на Востоке всегда держались в тени, оказались сильнее всех страхов, сильнее Синедриона, который уже вынашивал замыслы мести и думал об убийстве учеников Христовых. И это, конечно, повод нам вскоре будет второе воскресенье по Пасхе, прославить мироносица, поучиться у них этой жертвенности, самоотверженности, радостной вере. Ведь апостолы могли бы сказать, ну что мы пойдем к учителю? Мы хотели бы воздать ему вновь честь и помазать его тело ароматами, как это было при снятии со креста, но такой валун, который из шесть человек не сдвинут с места, мы, может быть, и сдвинули, но стража, там же представлена иерусалимская стража, эти люди не шутят, мы уж как-нибудь переждем, и они находились действительно в состоянии упадка, уныния, отчаяния, почему даже явление Христа воскресшего не изменило тотчиш их мысли, они не готовы были воспринять эту истину, думали, что это призрак, самовольщение, фантом, но, конечно, Господь, преподав им двукратно мир и дав осязать свои руки, уверил апостолов в том, что воскресение не призрично, а свершилось поистине, как верим в это и мы, по слову апостолов мужчин, но первыми благовествовали эту великую и радостную тайну победы жизни над смертью мироносцы, за что им честь и хвала. Батюшка, ну вот мы совсем недавно поздравляли всех с 8 марта, ну, можно так сказать, это было, это так принято, да, в нашей среде, тем более... Ну, я особенно не поздравлял с 8 марта, потому что ни Клара Цеткина, ни Роза Люксембург, ни французские блудницы, которых выпустили из Бастилии и они в пьяном угаре «Эголите», «Фатерните», «Либерте», «Свобода, равенство и братство» не вызывают у меня никакого сочувствия. Но весна, которая вторглась, наконец, в суровые зимние пределы и начинала тогда уже теснить зиму и другие празднества, конечно, понуждали нас быть галантными рыцарями, мы не ходили с каменными лицами среди христианок, оговорили здоровье вам, счастье вам, дожить вам до Пасхи Христовой, примите эти мимозы и эти розы. Так что мы с вами шли царским путем. Ну, вот третья неделя по Пасхе как раз женмироносец. Безусловно. Да, и вот, можно сказать, это наш православный женский день. Вот, что вы скажете по этому поводу? Ведь, ну, на приходах в общинах обычно так и есть. Ну, а вообще, как вы думаете? Я считаю, что не только женский, а и мужской, потому что мироносец, как мы выяснили, явились образчиком христианского мужества, сердечной молитвы. И, безусловно, я бы хотел, чтобы наши сестры во Христе подражали мироносецам, среди которых не было интриг, подзуживания, ревности. Они были, как истинные сестры, спаяны, единомыслием, миром, любовью. Очень бы хотел пожелать, и обязательно еще мы это сделаем нашим сестрам-христианкам, такой скромности, опрятности, аккуратности, и особенно того, о чем говорит апостол Павел, что многоценно пред Богом, не плетение волос, не злато и не пышное одеяние, но неистленная красота кроткого и молчаливого духа, потаенный, то есть спрятанный в сердце человек. Но разве я могу обделить вас, себя и наших милых мужчин, редких, но драгоценных, обделить их вот этими благопожеланиями так что на мироносец мы будем поздравлять А, женщин, Б, мужчин. И план А плавно пересчет план Б. Батюшка, я вот хотел бы попросить, вот у нас не так много времени осталось. Как? Мы только начали, пять минут прошло. Ну, можно сказать и так. Остановить мгновение, на Пасху, я вообще времени ощущаю, дольше века длится сегодняшний день. У меня такое ощущение, что я только сейчас родился для праздника Пасхи, не успел союз раскрыть свои объятия, как говорит, закройте двери с обратной стороны. Ну, впрочем, обстоятельства бывают сильнее нас, я вас слушаю. Батюшка, вот последние, вернее, неправильно, крайние слова, но вот в этой перепрограмме... Меру назад, просто я сейчас увлекся, простите, слушаю вас. Вот я прошу, чтобы вы обратились к нашим телезрителям в этот пасхальный вечер, в этот радостный вечер, и вот рассказали, как правильно вести вот вкратце вот эти светлые дни Пасхи, и вот за вами слово последнее. Дорогие друзья, что сапиенти сад, мудрому достаточно. Если вы хотите быть всегда молодыми, здоровыми, богатыми в меру, красивыми, благочестивыми, добрыми, счастливыми, блаженными, то не приминьте один из дней светлой седмицы, начинающейся сегодня побывать в храме. Если вам удастся приобщиться святых христовых тайн с подготовкой, с чувством, с толком, с расстановкой, то это небесное сокровище не прячьте в себе, но выйдя из храма, расточайте всем благодать Святого Духа через слово, исполненное правдой и любви, через деятельную помощь ближним и через тайную молитву. Надеюсь, что частичка этой молитвы достанется и мне, недостойному Паратерею Артемию и бессменному ведущему телеканала «Союз» Сергею Платонову. Спасибо, Господи, Батюшка, за эту встречу. Огромное вам спасибо. Христос воскресе! Воистину воскресе! Еще раз или два мы встретимся до страшного суда. Да, и в гостях у нас был Паратерей Артемий Владимиров. А я, ведущий, Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. «Христос воскресе!» Воистину воскресе! «Христос воскресе!» Субтитры создавал DimaTorzok